Привет, дорогой зритель! Гонял меня чёрт в один магазин, потому что мне кое-что приспичило. Но я ничего там такого не нашла, и даже близко стоящего тоже. Зашла ещё в один магазин, где меня сразу атаковал очень липучий продавец. Хотя эти гады ползучие продали мне бэушный ноутбук. И я всё ещё жду решения к первому, или второму, или третьему октября. Официально, по каким-то там этим законам, я его как бы должна дождаться. Зеркало у меня тут было, вот мешалось. Потом я зашла в один магазин, как бы мясо там продают. Местное, углическое, головинское. Но был не день привоза, а то, что там было, сложно назвать мясом. А ещё была какая-то распродажа, но как-то мы с моей подругой Машей купили там колбаску. Типа акция, то есть всё, всё нормально, сроки хорошие, правда перебитые, она просроченная была дофига. И мы с ней потом возвращали, и нам долго не хотели отдавать деньги. Но мы усиленно торчали, и нас мониторили по камерам наблюдения. В итоге, короче, нам всё-таки деньги вернули. Пришли ещё такие, давай, отдайте им деньги. Я не рискнула ничего там больше купить, а свежего мяса я не обнаружила. Оказалось, как моя тёть потом мне сказала, что у них не день привоза, то бишь у них не каждый день это мясо привозят. Можно было бы в солнечной велике сгонять, но я проснулась поздно, ибо три дня у меня бессонница была такая конкретная. И вот все три дня хотелось перед этим спать часов 6-7. Надо было ложиться хотя бы на часик, чтобы потом нормально уже вырубиться, а не пересидел и уже уснул в 5-6. Ну и, короче говоря, утро. 5-6 утра. Так как последнее время часа в 4-3 ещё, ладно, часа в 4, если в сторону цветочного пилите с сада, допустим, на велике, то же самое, что и солнечного на велике, то солнца в глаза я ни хрена не вижу. Ну, летом-то оно как-то часов в 10 или в 1-20, ну, в 10 где-то так бывает. В полусумерках я ещё как-то вижу на велике, но когда солнца в глаза, это вообще трындец, вообще ни хрена не видно. То я решила, что я уже профукала свой временной период, когда я могу таймлайн, блин, сгонять на велике за мясом. И решила, думаю, что по пути куплю. Зашла в какой-то магаз, который раньше был со всякими вкусняшками, и теперь там тупо мясо. Ну, в принципе, и вкусняшки есть, но не настолько, как было, зато есть дофига всякого мяса, который вот в таком уголочке, за ним ещё перпендикулярно мне дороги основной, перпендикулярно той линии, где библиотека и аптека, Суриковская библиотека и аптека, государственная или какая она сейчас аптека, есть здание, как бы был дом, нельзя сказать, он до сих пор есть. В этом здании была библиотека, где работала моя мама, а теперь там кафе. Ну, знаете, круто так была библиотека в городе, что бы такое сделать для народа, давайте выпрямь библиотеку в какое-нибудь другое место, пусть её поглотит другая библиотека, и детская библиотека центральная у нас теперь не в центре города, а у чёрта на куличиках в районе часового завода, рядом с Ивушкой, так где-то. Опустим подробности этого в сегодня году, я там ещё ни разу не была, у меня такое отторжение было. Конечно, они сами виноваты, могли бы как-то ногами поупереться, и нафиг не уедем никуда, как в Суриковскую в своё время много раз пытались выпереть, но как-то всё ещё не выпрели. Суть такая, что в этом месте теперь кафе, в котором я тоже не была, во-первых, одной как-то стрёмно туда заходить, во-вторых, ну, не было, не с кем было туда зайти, и вот из принципа я там не была, кафе открывать на месте библиотеки. А когда я ещё год назад работала в магазине у сестры продавцом, и там в предыдущем здании до этого, в котором последний раз работала, обычно по радио орала, типа, реклама такая, такое это кафе, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, причём отзывы от него были 50 на 50, у кого хорошее, у кого не очень. И реклама такая, в том здании, где раньше была бывшая, типа, детская библиотека, вот вам самим, как это ощущать? Вы торчите в бывшей детской библиотеке, открыв детское или там полудетское, полувзрослое кафе. А у вас вообще совестить? Я бы на месте арендодателей, я не знаю как, короче, полный дизлайк, ну вот как такой город можно назвать культурным, когда они закрывают библиотеку и в её месте открывают туфе. Ну жрать народу же совсем негде, вообще нет где жрать. Короче, и там вот магазинчик какой-то с мясом. Я когда, не помню, из деревни приехала или ещё откуда-то, как-то там зазывали, типа, вот мы открылись, бла-бла-бла, так поофигевала, ну думаю, открылись и открылись, хрен с вами. А тут что-то взяла и зашла, думаю, чем чёрт не шутит, вдруг там что-то внятное. И я уже неделю меня подмывает сваять мороженое, как я ваяла, когда ещё Маруся умерла, только-только у меня, короче, наверное, или в конце 2016-го, или в начале 2017-го мне торкала тогда сливки со сгущенкой мешать. Ну у меня тогда сливки были 10% жирности, а тут я нашла аж в этом магазинчике 20% жирности сливки, 109 рублей пол-литра или меньше коробочка, не знаю, вот сейчас увидим. Короче говоря, буду доставать из пакета. И сгущенку купила, и меня ещё подмывают туда какого-нибудь этого варенья, или не варенья, а вот добавить вот эти мои ягоды, протёртые сахаром. Вот что-то такое у меня охота. Я понимаю, что это дофига калорийное, и надо делать, наверное, думаю, не сразу на всём, а как-то чуть-чуть, чуть-чуть один к одному и немножко того. Правда, я тогда делала без варенья только один к одному. Ну, зафоткаю, скину на этот кук-пайт, или как он там. Ну и, короче, в общем, накупила я там. Перед этим ещё зашла в Афоню, думаю, не буду обозревать, что там, три продукта только. А тут вот зашла в мясо ещё купила, и думаю, надо уже обозреть. Короче, что-то у меня не тот какой-то чек, а не тот. Вчера у меня, короче, был стрим, я его назвала 19 сентябрём, потом глянула, у меня 18 сентября, я что-то перепутала. Сегодня только 19 сентября, в общем, как его там, как ты будешь звать-то? Online-касса Атолл, теперь почему-то это Атолл. Называется вообще-то как бы Афоня. В Афоне я на 130 рублей закупилась, а мясо я купила на 724 рубля. Ну, там не только мясо было, я вот помню только, что сливки стоили 50... Самое интересное, что сгущёнка варём, ну, типа сгущёнка, которая тупо сгущёнка, ну, экскракт сгущённого молока, скажем так, да, варят, закос под сгущённое молоко, пол-литровая бутылочка стоила 57 рублей, 52 рубля стоила обычная баночка сгущёнки. Ну, сгущённого молока. Короче, сдвинуться я тут с Децл. Уж простите вы мне такое, что я тут ещё и вырезать это не буду, и монтировать тоже. Шоколадку я себе купила, хоть у меня шоколадка нифига не идёт, но что-то я взяла и купила. Яшкина любить просто. Я как-то купила подобную шоколадку молочную, но получилось так, что мне одни люди кое-чем помогли совершенно за спасибо, и мне было как-то неудобно, что они мне совершенно за спасибо помогли, как бы не обязаны были за спасибо помогать, но я им отдала такую шоколадку, им приятно, мне хорошо. Потом мне подобную шоколадку принесла как-то Дашка в чай, но у меня так совершенно она не шла, и у меня что-то вообще шоколад тогда не шёл, Но вот мне помимо Ну, в общем, родня помогала мне Выносить строительный мусор остатки И племяннику спросили А мне как-то неудобно, думаю, было Вот племянник Я понимаю, что мне уже даже Хадзикун По поводу этого немножко стебался Когда вот это, он что-то мне делает И я как-то пытаюсь ему как-то Вот мне что-нибудь тебе надо сделать У меня это уже как-то отходит, ну вот как-то так В общем, была мне эта шоколадка Как-то Дашка пришла, потом говорит, слушай, у тебя все еще Эта шоколадка, я думаю, как-то лежит Я уже думала, ты ее давно съела, это же как-то вот не случилось Я вот спросила, говорю, ты обычный молочный шоколад ешь? Он, ну, типа, ну, я ему выдала эту шоколадку Я помню, прифигела, говорю, со всей семейкой Поделись тогда В общем, я купила все-таки себе уже вот Правда, не ту молочную, а молочная Точно такая же, один в один была Но что-то я вот глянула, карамельный шоколад Состав нормальный, бельгийский рецепт Яшкина просто любить Купила себе Что-то она там То ли 34, то ли 26 стоила, не помню А у меня же тут чек есть От этого-то чеку совсем подряд есть Помимо карточного Короче, это стоит 34 рубля Шоколад Яшкина 90 грамм Потом у меня была скумбрия курильская натуральная С ключом 48 рублей Зеленый горошек, хозяин-барин 40-50 грамм, 48 рублей тоже Только он этот Сейчас увижу какой Может он не Может он у меня в круглой банке был Что-то забыла Мне же как бы попросили винегрет сделать на камеру А селедку я как бы купила Правда, я покупала вчера набор Вчера, по-моему В Тверском Я, по-моему, не обозревала Что вчера покупала Набор, значит, этой самой Покупала Даже, говорю, там 100 рублей Помню, банка стоила Значит Там было три рыбки Красный, в общем, скумбрия Кто-то еще Красненькая Беленькая и серенькая Значит, селедка И еще две каких-то А мне выдали в итоге скумбрию И красненькую какую-то рыбку Не помню кто Я уже потом дома, когда пришла Что-то там не обратила внимание Глянула Думаю, хрен с ним Та, которая типа скумбрия Она соленая Я думаю Подсолнечном масле главное А я думаю, очень пойдет в этот винегрет Ну и как бы помидорки есть Горошка только не хватало Горошка Горошка В общем, вот скумбрия Курильская Натуральная Курильский берег Консервы рыбные Состав у нас тут есть Сейчас скажу, какой Скумбрия Соль, специи Молотые Перец душистый Кориандр Лавровый рис Вот такая вот Так, про запас Может деревню с собой возьму Вместе с той Ну, вообще на 2 На 2 ночи На 3 дня, грубо говоря На 2 ночи На суп одной консервы Вполне хватит У меня там еще одна есть Ну, вдруг чего-то хочется В общем, так Это я достаю Ту, которая еще рано доставать Вот, точно я забыла Я в железной банке же покупала В общем, хозяин Барин горошек Зеленый Из мозговых сортов Сорт высший Вот такой Ну, конечно Его дофига много 450 грамм Номинальная масса горошки 270 грамм Даже эти 270 грамм Для салата Точнее, для этого винегрета Это много Ну, я потом и сочу Микроволки Разогрею Захамятик А теперь к тому Что я купила В этом магазине Который Черт знает как называется Даже на чеке Ничего нету Тут просто вот этот вот Ленина Дом 2 В общем, молоко Сгущенное С сахаром Сделано в Мариэл Офигеть Я думала Оно какой-нибудь белорусское Потому что там Какое-то еще было белорусское Но что-то я не очень прониклась А и в итоге Я взяла только вот это Ну, там было еще вареное Сгущенное Сгущенное вареное молоко И там что-то такое странное было Что я как-то не прониклась Сделано в Мариэл Офигеть Состав Молоко цельное Молоко сухое Обезжиренное Сахар Сахар Масло сливочное Жир Жир Молочный Лактоза Молочный Сахар Так, конечно, как бы Хороший состав Ну, непривычное тут у нас И сухое молоко И сливочное масло Ну, да Хрен с ним Посмотрим, как будет Главное, что нету там Какого-нибудь масла Пальмы Или еще какой-то хрени В общем, вот такие вот Свежие Завтра Первый раз вообще увидела Сохраняю лучше Атетропак Сливки Сливки питьевые Утлепростерилизованные С массовой долей жира 20% Делает это у нас Город Гатчино Ленинградская область Тут у нас 480 грамм Будь Может, сегодня Может, завтра Замутим Так как мне сегодня Еще поесть Надо приготовить И типа Первое сварить И вообще там Как-то поесть Приготовить И еще кое-что Я напланировала То, что давно Никак не сделают А еще я купила Все свиньи Две штука И индейки Мне как-то тетя Приносила такие котлетки Там рис и индейка Короче, мне так понравились Они еще Вот если бы она не сказала Что это индейка Я бы не поняла Кто я думала Это свинья какая-нибудь Или там Баран там Или еще кто-то Короче, две каких-то Фиговины свиньи Еще какая-то Фиговина свиньи Я уже забыла Как они назывались Это какое-то Бескостное Филе Из какой-то там части Этой самой Индейки А это какие-то Медальончики Шесть маленьких штучек Я думаю Сейчас их заварить В смысле сварить И сваять уже Супчик на них Ну а пакет У меня уже был Как бы В другом магазине Когда-то купленный В общем Ну я так подумала Если мне индейка Вдруг не покатит То у меня есть Кому съесть ее Так что Вот такие пироги Всем спасибо Кто осилил Жрите мясо Если вы не веган Не жрите мясо Если вы веган Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok